Меня зовут Федя Мишаев, вы можете знать меня по роли Норберта Катаршуанса в сериале «Этерна». То, что на лед задавали нет, но я прочитал, секунду. Три комикса бабла. Бегущим мужиком с двумя пистолетами, который дает бой демонам. Это вещь, которую просто так не может не цеплять. Экшн, битвы, разные взаимодействия, и всегда он выигрывает, самый прикольный. Вот ты всегда знаешь, что он победит, и будет хэппи-энд. Это круто. Их два. Сначала Бесобой, потому что это мужик, который очень конкретно, серьезный какой, авторитетный. А второй это чисто мой герой. Чисто мой герой Шмыг. Такой реально маленький черт, который... Ну, конечно, Шмыга. Нет, я, конечно, понимаю, что я вылитый Бесобой, это прям видно, по-моему, всему, чему только во мне есть. Но мой герой это маленький крыс, и он и Шмыг. У него же есть, типа, второй план, он же ему хочет помочь, и он бегает, бегает, что так? Ты будешь сюда, я тебе сейчас. О чем-то пельмени любят жрать, да? О, сейчас. Я хочу пожрать пельмени. Что-то такое. Ну, крутой. Мир самый классный, самый крутой с точки зрения сюжета, сюжетных поворотов комикс. Я начал читать. Изначально мне раньше там перевертыш есть. То есть ты... Я вообще люблю, когда в любой литературе есть перевертыш. Вот ты с чего-то начинаешь, а тут тебе говорят, а, дружище, ты не прав. Смотри, как это работает. И фишка в том, что мир так и сделан. Потому что сначала кажется тебе, что мир-то это плохой дядька, суровый. Естественно, мне нравится и нравится одновременно, что когда показывают суровых русских парней, они должны быть обязательно с суровым подбородком. И такие, типа, авторитетные. Причем во всем Голливуде и всегда так. Ну, конечно, мир. Ну, смотри, это копия меня, только в... Естественно, не с точки зрения внешней, а с точки зрения внутренней. Вот это очень наивный, милый парень. Максимально открытый, добрый чувак миру. Миру-мир. Фанкастят. Не меня, а моего товарища. Тоже блондина. И тоже качка. Тебе привет, кстати. Но когда-нибудь, когда я покрашусь в блондинку и сделаю с ростом... Сколько мир ростом? Короче, в следующей жизни я это сыграю. Ждать буду, читать тоже буду. Я советую читать электронные комиксы, потому что в них, в приложении, ты можешь перейти как бы в покадровый раздел, и у тебя будет прям как кино. То есть тыщ, 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 тыщ. Ты нажимаешь, быстро читаешь, и приходишь к следующему, как к новой картинке. В отличие от обычного комикса, потому что обычный комикс ты открываешь, и если вы это я, то вы сразу идете вот... Не смотрите, смотрите чуть начало, и сразу идете в конец. И сразу понятна вся история. Потом ты начинаешь от конца выстраивать, и это менее интересно, чем сразу читать электронные комиксы. Потому что уходишь в кадры, и связывается история. И ты не можешь перелеснуть сразу на конец. А простите, камера с этой стороны? Куда смотреть не надо? Давай так, я не умею рисовать. У меня есть две вещи, чего я не умею. Я не умею петь, вот не дано. Я могу делать актерский вокал. Вот как бы актерский что-то, просто проговаривать какую-нибудь песенку. А рисовать я тоже не умею. Это как бы две вещи. И когда я вижу красивые картинки, вообще какие-либо, я считаю, что это уже достойно аплодисментов. И поэтому я не могу судить, что мне нравится и не нравится. Мне просто нравится, как люди классно рисуют и это делают. Потому что по факту, это же комикс, это раскадровка, как я понимаю. И это же офигенно! Ну то есть прям вот, если мне в жизнь такая раскадровка попалась, как когда-нибудь, это невозможно плохо сыграть. Есть у меня такое ощущение? Неординарный. Да, сложно, но я смотрел сериал «Один из моих любимых». «Очень странные дела». Там тоже есть «Изнанка». И естественно, когда я начинал читать «Ворсини», я не мог не провести некую параллель. «Изнанки» и «изнанки». И поэтому мне было в принципе легко. А еще особенно мне нравится название героев, которые в альтернативной, в «Изнанке». «Уна, До, Стресс, Кват». Это же числа! Один, два, три, четыре, пять. Очень хорошо запоминаются, правда. В любом случае читать, и комиксы это оказывается прикольно. «Дядька», а он в альтернативной реальности ДОС, правильно? С точки зрения развития героя, как ДОС, он мне не нравится. Как Таиров, он мне нравится. Потому что обычный чувак, который хочет, ну типа, хочет лучше жизни. Я хочу бабок, я хочу это, хочу тачку, не работать курьером. Все это очень логично. А «Вор Тене» я в альтернативной реальности, чувак, который может дать всем трендулей этими тенями. «Комиксы Бабл» это очень интересные комиксы, которые стоит прочитать, потому что у каждого комикса своя история, свои дополнительные сюжеты, за которыми интересно следить. Это я вам говорю. «Комиксы Бабл» «Комиксы Бабл» Субтитры подогнал «Симон»